Галина Волчек, советский и российский театральный режиссер, актриса и педагог. В 1989 году получившая звание Народная артистка Советского Союза. В театральной среде ее, по примеру Маргарет Тэтчер, называли «железная леди». Боготворили и боялись, уважали и преклонялись. Галина многое сделала за свою жизнь, чтобы поднять культуру на высокий уровень, за что и стала кавалером Ордена за заслуги перед Отечеством. Галина Волчек родилась в начале 30-х годов в Москве, в семье, которая имела непосредственное отношение к сцене и кинематографу. Мать Галины – Вера Маймина, советский киносценарист, а отец – Борис Волчек, знаменитый режиссер и оператор, снимавший советские кинохиты «Пышка», «Тринадцать», «Ленин в октябре» и другие. В детстве Галя обожала чтение, поэтому редко свободное время девочки проходило без любимой книжки в руках. Видя интерес дочери, отец подталкивал Галину к поступлению в единственный в Союзе литературный институт имени Максима Горького. Но вряд ли ребенок, с пеленок впитавший в себя актерско-режиссерскую жизнь, выбрал бы иной путь. Галина поступила в школу-студию МХАТ, где и училась до 1955 года. Театральная биография Галины Волчек насыщена знаковыми событиями с самого начала. Через год после выпуска Галина Волчек вместе с Олегом Ефремовым, Лилией Толмачевой, Евгением Вестигнеевым, Игорем Квашой и Олегом Табаковым основывают новую студию молодых актеров, которая вскоре превратится в культовый театр-современник. И если в конце 50-х Волчек выходила на сцену как актриса, то с 1962 года Галина Борисовна начинает режиссерскую деятельность, которая и войдет в историю советского и российского искусства. Забегая наперед, отметим, что через 10 лет Галина станет главным режиссером театра, а в конце 80-х возглавит театр как художественный руководитель. В 1984 году Галина Волчек играет Марту в постановке «Кто боится? Вирджинии Вульф». И эта роль становится последним появлением Волчек в театре в роли актрисы. С этого момента артистка сосредотачивается на режиссерской карьере. Первый же режиссерский опыт Волчек приносит колоссальный успех. Это была постановка пьесы Уильяма Гибсона «Двое на качелях», которая более 30 сезонов не сходила со сцены современника. Еще две значимые работы режиссера – «Обыкновенная история» по роману Ивана Гончарова и спектакль «Три товарища» по роману Эриха Марии Ремарко. Первая из них принесла Галине Волчек государственную премию Советского Союза, а вторая в 1999 году подняла на уши Москву и произвела настоящий фурор. Галина Волчек была первым советским режиссером, прорвавшим культурную блокаду между Советским Союзом и Соединенными Штатами. Она поставила несколько спектаклей по русской классике в американских театрах, включая знаменитый «Бродвей», где русская труппа играла впервые после 1924 года. И это были не просто спектакли для Галочки. Гастроли Волчек отмечены одной из самых престижных общенациональных наград США в области драматического театра премией «Драма Деск», которая впервые за многолетнюю историю существования этой премии была присуждена неамериканскому театру. Знаменитая режиссер делилась опытом и с новыми поколениями, причем преподавала в основном не в России, а за границей. Последней постановкой Галины Волчек стала пьеса Уильяма Гибсона «Двое на качелях» в 2018 году. Это то самое произведение, с которого началась режиссерская карьера Волчек. Поклонники видят в это мистический и циклический смысл и с печалью отмечают, что первое произведение может быть выбрано режиссером к постановке специально для того, чтобы стать последним. На экране Галина Волчек дебютировала в 1957 году. В экранизации испанского классического романа «Дон Кихот» исполнил роль сильной служанки Мари Торнес. Затем были роли в фильмах «Грешный ангел», «Строится мост», «Король лир» и других. Иногда актриса появлялась только в эпизодах, но и их делала яркими и незабываемыми. Например, в трагикомедии «Берегись автомобиля». Она просто сыграла покупательницу магнитофона в магазине, но сумела за десяток секунд привлечь внимание зрителей. В сказках про красную шапочку и русалочку у Волчек отрицательные роли – «Матери волчицы» и «Морской ведьмы». Но и в них актриса прекрасно реализовала собственный талант. Также имели успех фильмы «Осенний марафон», «Уникум» и «Тевье молочник». В 1996 году актриса перестала сниматься в художественных картинах, но начала появляться в документальных проектах, чтобы помнили «Кумиры» с Валентиной Пимановой и «Фильм про фильм», где также рассказывала о коллегах, а не о себе. О самой же Галине Борисовне пишут книги «Галина Волчек в зеркале нелепом и трагическом» Глеба Скороходова. «Галина Волчек, как правило, вне правил» и «Галина Волчек сама по себе» – авторство Марины Райкиной. Пробовала себя в кинематографе «Галина Волчек» и в качестве режиссера. Правда, долгое время она просто экранизировала свои наилучшие театральные постановки. Обыкновенная история, «Спешите делать добро», «Вишневый сад» и многие другие. Но был у нее опыт съемок и по самобытным сценариям. Например, тяжелые психологические драмы «Эшелон» и «Крутой маршрут». В 2015 году Галина Волчек внезапно вернулась на телеэкраны как актриса художественного сериала. Артистка сыграла саму себя в драме «Таинственная страсть» экранизации одноименного романа Василия Аксенова. Сериал рассказывает о реальных творческих людях прошлого века, которые ради художественности повествования носят вымышленные, но легко расшифровывающиеся имена. Официально Галина Волчек дважды была замужем. Первый супруг актрисы – знаменитый актер Евгений Евстигнеев, с которым она прожила 9 лет и родила сына Дениса Евстигнеева, который также не смог уйти из мира кино и стал режиссером. Ребенок не спас актерский брак, супруги разошлись. Волчек утверждала, что инициатором развода с Евгением Александровичем была именно она. Несмотря на последующие отношения, актриса больше не заводила детей. Сын от Евстигнеева так и остался единственным ребенком. Второй муж Галины – советский ученый Марк Абелев, доктор технических наук, преподававший в Московском инженерно-строительном институте. Их союз тоже не продлился долго, и супруги развелись. Третий брак Галины Волчек был гражданским, длился почти 10 лет. Но об этом периоде режиссер предпочитала не вспоминать. По ее собственному выражению, у нее было два мужа, несколько романов и одно недоразумение. После этих отношений больше создавать семью она не пыталась, посчитав, что невозможно полностью отдаваться театральной деятельности и при этом быть счастливым семьянином. Главное хобби Галины Волчек, как любила говорить режиссер, – это делать звезд. Конечно, не поспоришь, что благодаря Галине Борисовне мир узнал об огромном количестве артистов. Но если говорить об увлечениях, то стоит отметить, что Волчек недурно моделировала одежду и создала ряд запоминающихся нарядов. В 1995 году Галина Волчек согласилась выдвинуть собственную кандидатуру на выборах в Государственную Думу и вошла в общий федеральный список избирательного объединения Всероссийское общественно-политическое движение «Наш Дом – Россия». Четыре года режиссер заседала в Госдуме и трудилась членом Комитета по культуре. Но в 1999 году по собственному решению покинула стены парламента. Последнее время здоровье деятеля культуры стало подводить. Режиссер часто попадала в больницы. Волчек перемещалась на инвалидной коляске. Пресса утверждала, что Галина Борисовна прикована к инвалидному креслу и уже не ходит. Другие придерживались оптимистичной теории, что режиссер просто старается не нагружать себя, дав организму отдохнуть. При этом инвалидное кресло не мешало устраивать творческие вечера, встречаться с друзьями и посещать светские мероприятия. В декабре 2019 года прославленный режиссер была госпитализирована из-за воспаления легких. Врачи подключили Галину Борисовну к аппарату ИВЛ. 26 декабря 2019 года Галина Волчек умерла в Боткинской больнице на 87-м году жизни. Продолжение следует... Продолжение следует...